Всем привет, на связи БСК Крипто. Сегодня у нас на обзоре новая игра на сети Тон под названием Тон Кук. Играть с него можно как с ложениями, так и без. И что мы тут будем делать в этой игре? Это мы будем, собственно, управлять нашим рестораном, который будет приносить нам доход. Как вы видите, на данный момент у меня повара уже пыжатся, и давайте разбирать его более подробно. А перед началом этого ролика не забываем подписаться на мой телеграм-канал инвестиций в криптовалюту. Там такая информация выходит гораздо раньше и гораздо более актуальная ссылка на него будет в описании под видео. Итак, мы перешли в саму игру, и как я и говорил, нам нужно будет тут управлять своим рестораном, который будет приносить доход. Всего у нас есть три вида работников. Это официант, который приносит блюда, это лифтер, который грузит эти блюда и перевозит на лифте уже вниз. И потом еще один официант, точнее курьер, который доставляет заказ уже на место и приносит нам доход уже непосредственно в Тон. Изначально вы можете начать играть и без вложений, и вы будете получать 0.027 тона в день. Но учитывайте один момент, что если вы не купили менеджеров, менеджеры стоят копейки, я позже об этом скажу. И если вы их не купили, то вам придется все делать вручную. Поэтому для того, чтобы нам играть и не запариваться над этим, можно купить просто менеджеров за 0.03 тона. Это буквально пару копеек сети Тон. Для того, чтобы это сделать, нажимаете вот на такое серое пространство и тут просто подтверждаете транзакцию. На это уйдет всего лишь буквально 5 центов, поэтому думаю никаких проблем не возникнет. И нам нужно 3 менеджера, соответственно потратим 15 центов. И теперь у нас отображается список наших менеджеров. Нажимаем актив и отправляем их работать. Теперь, как вы видите, все мои менеджеры работают и работники. И соответственно мне уже игра приносит доход. Я всего потратил 15 центов и я буду каждый день получать по 0.027 тона. То есть по сути за один день я и отобью. Сами здания также можно улучшать за тон. Для того, чтобы это сделать, нажимаем на нулевой уровень своего здания, если оно еще не прокачано. И тут можно за тон и улучшать каждое из зданий, точнее каждый процесс. То есть мы, соответственно, можем улучшить наш ресторан, прокачать за 1 тон. И вы видите доходность, которую он будет переносить в день. Также можно увеличить доходность и лифтом. И также можно увеличить еще и доходность повара, кухни, которая у нас производит. Всего, если вы потратите на все эти 3 улучшения, 3,7 тона, то у вас выйдет, соответственно, 20 долларов, которые вы потратите на прокачку всех зданий на 1 уровень. Думаю, что это не так уж и много. И в целом позволит себе может каждый. Но про риски, естественно, не забываем, так как сколько игра проживет, неизвестно. Кроме этого, в разделе квест вы можете выполнять различные задания, за которые вы будете получать игровой токен. Игровой токен пока нигде не залечен, но планируется в ближайшее время по стоимости 0.12 центов. Давайте же теперь перейдем к выводу. Для того, чтобы вывести, нам нужно нажать на раздел валет. И тут мы можем выбрать количество, сколько хотим вывести. Минималка на вывод 0.55 тонн. И давайте я сейчас поставлю на вывод 1 тонн, который у меня насобирался. И нажму подтвердить. Приходит вывод очень быстро. Мне пришел буквально за пару минут, так что все работает. Вывод я лично проверил. И также прикладываю скрин своего вывода с проекта. Но не забываем про риски. Но немного полудоманить можно. А на этом я заканчиваю свой обзор. Пишите, что вы думаете про эту игру в комментариях. И в конце этого ролика я также хочу порекомендовать посмотреть мой обзор на муфторную игру Diaryverse, в которую можно играть как с ложениями, так и без. Ссылка на видео появится в право вверху на экране. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!